дорогие привет от скрайвера на связи сегодня самый первый смартфон на snapdragon 8 джен вон который смели с прилавков чем же он хорош сегодня разбираемся возможно вы подумаете это сиуми real me или же опу нет друзья побрейтесь это motorola да вот такие дела а как он называется конкретно конкретно называется moto hx30 у нас таких нет у нас все нормальные ребята не забывайте друзья что на этом канале проходит розыгрыш смартфоном в предыдущем видео я о нем рассказывал поэтому друзья посмотрите обязательным ну и участвуйте в конкурсе требования друзья очень очень простые далее будем разыгрывать конечно же еще и другие смартфоны поэтому не забывайте подписаться на этот канал жмяк на лайк и давайте тысячу лайков наберем на этом видео по традиции итак начинаем на заре мобильной индустрии моторола было на верхах и просто у каждого 2 было моторола знаменитый razer v3 и многие другие мобилки просто друзья расходились как горячие пирожки тогда это реально было круто но 2021 год расставил все немножечко по-другому кто-то считает что moto это третий эшелон кто-то считает что это второй эшелон но все-таки под брендом lenovo они выпускают неплохие смартфоны планшеты и все остальное то есть год-два и они выйдут примерно в первый эшелон и скорее всего там неплохо таки закрепятся потому что у компании есть все для этого ну и в последние годы компания все это доказывает потому что выпустил неплохие смартфоны вспомните только motorola edge с ну и у moto hx30 есть все шансы стать хитом продажа в этом году да и он таким по сути и стал уже его друзья смели почему смели потому что есть у него один козырь сейчас обо всем расскажу внешний вид есть два варианта белый и синий причем оба будет иметь перламутровый отлив задняя сторона изготовлена из корня gorilla glass 5-го поколения то есть немного устойчивая к побоям толщина 85 и весит средний 194 грамма принципе батарея здесь большая и граммировка неплохая производительность moto hx30 1 смартфон в истории который будет работать на базе snapdragon 8 джен-1 или джен-1 напомню что это 4 нанометровый техпроцесс в антуту миллион баллов и таким образом moto hx30 автоматически занимает первое место в рейтинге антуту и так отсюда выходит первая новость именно поэтому эти смартфоны и разобрали потому что он дебютирует на snapdragon 8 джен-1 конечно же людям интересно посмотреть и пощупать что же там такое но это еще друзья не самое главное есть еще более интересные фишки если продолжать дальше о чипе то он на 20 процентов более производительный чем 888 но и обещали что проблема перегрева не коснется этого смартфона на самом деле это не так уже появились сливы от информаторов что с нам дариком 8 джен-1 на этом смартфоне неплохо таки перегревается связано это не с системой охлаждения этого смартфона потому что она здесь неплохая и жидкостная а связано конечно самим процессором но бояться этого конечно не стоит по давней традиции от компании qualcomm на начальных этапах все процессоры греются потом адватирует прошивку чуть урежет частоты и процессор друзья встанет в нужное русло поэтому здесь будет все отлично snapdragon 8 джен-1 надела немало шума в сми своей неоднозначной опции речь идет о режиме работы фронтальной камеры always on что это за штука такая смартфон в любой момент будет готов к разблокировки экрана заметив лицо владельца и блокировки доступа при появлении в объективе посторонних лиц ну вот такая друзья возможность тоже появится в этом смартфоне но как это добавить флагману смартфон получил самую быстро на сегодня оперативную память lp ddr 5 поколения ну и внутри аночка тоже прокачанная и уфс 3.1 неплохо все за ценник друзья ценник очень неплохо версии 8 128 8 256 и 12 256 далее экран экран moto hx30 изготовлен по технологии oled а диагональ 6 и 8 дюймов частота обновления 144 герца за счет плавности амолит экрана и всего остального батарейка будет уходить не так быстро а вот для игроманов здесь хорошая новость потому что touch сенсор на 576 герц круто круто все будет очень плавно и быстро сканер отпечатков пальцев переехал с экрана на боковую грань да друзья стандартное решение для этого года традиционно амолит экран порадует насыщенностью цветов внушительным запасом яркости и энергоэффективностью hdr 10 плюс присутствует вы меня спросите это что же там по батарейке а я вам отвечу батарейка здесь неплохая на 5000 миллиампер час motorola большого вам спасибо красавчики быстрая зарядка конечно же 68 ватт наполовину это смартфон заряжается за 13 минут до 100 процентов чуть больше 30 минут операционная система новинка будет работать под управлением android и свой графический интерфейс называется май юай 3.0 но на самом деле он не сильно отличается от стокового андроида далее по камерам здесь три датчика неплохо от компании samsung и омни vision ширик это так сказать основная камера сверх ширик это так сказать сверх ширик оба модуля по 50 мегапикселей и есть также макрокамера на 2 мегапикселя запись видеороликов в различных форматах в том числе 8к завезлили сюда оптическую стабилизацию к сожалению нет только цифровая неплохо работает но хотелось бы конечно оптики запись видео 8к это конечно круто но где его смотреть и сколько это будет занимать место на смартфоне такое себе дело а вот по фронталке здесь прям очень интересные новости потому что вы можете выбрать две версии одна стандартная когда объектив виден в дисплее то есть встроен прям в экран а второе исполнение под экранные друзья когда камеру не видно и сейчас конечно это прям супер актуалочка компания moto вам выписывают респект и если выбираете версию under screen камера то есть с под экранной камеры вы получаете смартфон 12 256 то есть сразу же максималочку а фронталка здесь конечно же прокаченная 60 мегапикселей модули связи здесь все достаточно стандартно nfc вай фай 6 поколения bluetooth 5 поколения gps и конечно же 5g присутствует звук как подобает флагману стерео конечно же вы меня наверное спросите это как же там по разъему три с половиной миллиметров джек и вот здесь к сожалению нет поэтому bluetooth гарнитура наушники вам в подарок и понеслась переходим к самому интересному и жирному это цены на этот смартфон moto h x30 точно порадует своей ценой потому что минимальная версия 8 гигабайт друзья 8 или pd r 5 поколения 128 юфс 3.1 внимание 502 доллара в этой ситуации мы просто наша это самое мы уже здесь наши полномочия все на распродаже в легкую 499 долларов и понеслась версия 8 256 533 доллара 12 1056 565 долларов а если вы хотите выбрать вариант с подэкранной камерой то 627 долларов цены друзья вполне себе демократичные и так какие выводы по поводу этого смартфона производительность конечно же на самом высшем уровне можно ли сказать что это конкуренция ми-12 но друзья еще посмотрим в целом пока все выглядит неплохо поэтому ждем делаем акцент на этот смартфон и о компании motorola и я еще друзья вам расскажу всем кто подписан на этот канал большой респект уважуха спонсором тоже большой респект и если вы еще не подписались то обязательно жду вашей подписочки она меня очень сильно мотивирует создавать новые видосы всем пока пока а